Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором всегда есть что посмотреть по танкам, так как в день я публикую по несколько видео, ну и в частности публикую видео в отношении свежих новостей в нашей игре, ну а свежей новостью можно назвать такое событие как весенняя распродажа в Блице, в которой очень круто все рекламируется, но я бы хотел сразу предостеречь ряд игроков, особенно новичков в нашей игре в отношении данной весенней распродажи. Попытаюсь высказать свое мнение по поводу данного события и сказать на что действительно стоит обратить внимание, ну а что особого внимания не стоит. Давайте будем кратко идти по пунктам и начнем мы со скидок на всякого рода обмены и переведения. Скидки на разблокировку слотов оборудования 30%, ну окей, хорошо, можно неплохо себе прокачать какой-нибудь танчик, который вы по слотам хотели провести в лучшее состояние, точнее благодаря этим слотам, но у вас не хватало серебра, стоит на это обратить внимание. Не стоит обращать внимание скидку на переведение боевого опыта в свободный, так как плюс 5 свободного опыта это не так уж и много и свободку в нашей игре, слава богу, по крайней мере на сегодняшний день действительно можно вполне спокойно фармить благодаря всякого рода бустерам, иксам и так далее. Короче говоря, вот это вот лучше не покупать и не тратить свою голду на переведение в свободный опыт, поверьте, вы не сильно много заработаете, а голду заработать в нашей игре гораздо сложнее, нежели свободный опыт. Скидки на разблокировку камуфляжей, вот здесь действительно интересно. Что касается обычных и редких камуфляжей, здесь уже определяйтесь самостоятельно, сама скидка классная, минус 70% и в целом можно что-то себе покупать, но там особо выбрать нечего, если говорить откровенно. А вот в отношении легендарных и редких камуфляжей, которые продаются за голду, то здесь действительно есть на что посмотреть. Минус 50% это действительно очень крутая скидка. Не все машины действительно требуют того, чтобы у вас был легендарный камуфляж. Ну просто потому что легендарный камуфляж, он не всегда является настолько красивым и прикольным, как нам бы хотелось. И вот допустим на Т-22СР с учетом скидки можно взять себе вот такой вот скромненький и строгий со вкусом каму за 1275. Я лично не брал бы по одной простой причине, потому что ничего выдающегося интересного в этом внешнем виде абсолютно нет. То ли дело допустим на того же самого гриля 15. Я очень сильно мечтал купить себе легендарный внешний вид на данную тачку, он мне очень сильно нравится и за вот это 1275 я действительно готов отдать. Но здесь дело вкуса и поэтому определяться безусловно вам в отношении того стоит ли тратить свою кровную голду на улучшение внешнего вида. А главное, и это в первую очередь информация для новичков, помните, что легендарный внешний вид на танк, сколько бы он ни стоил, абсолютно ничего не добавляет к играбельности машины. То есть ваша точность, ваша скрытность, они не улучшаются. То есть вы будете кататься вот в таком внешнем виде, который ничего не стоит и выпал из какого-то контейнера. Вы купите за 1275 на ту же самую бабаху один из легендарных внешних видов разящий и будете играть вполне себе нормально и ваша скрытность будет плюс 4% в отношении маскировки. Или купите себе более чем в 2 раза дороже просто бомбический, уникальный, великолепный внешний вид, который мне нравится на все 200%. Но я не готов отдавать 2750, поскольку это стоимость какой-нибудь премиумной, ну не знаю, там порой даже семерки в составе набора. Поэтому стоит хорошенько подумать в отношении внешних видов и на что действительно стоит тратить свою кровную голду. Повторюсь еще раз, легендарный внешний вид вообще ничего не добавляет к машине, кроме исключительно внешнего вида. Скидки на обучение экипажа. Ребят, поверьте, лучшее просто сами прокачайте себе экипаж, нежели тратить голду на прокачку экипажа в максимальное какое-то состояние. Скидки на покупку исследуемой техники. Да, здесь интересно, прикольно. Если вы не покупаете в себе особая пропуска на батл пассы, то, соответственно, вот эти скидки вам будут. Кстати, если вы давно хотели приобрести себе машину какого-то уровня или быстро пройти через какую-то ветку, при этом покупая танки себе в коллекцию на память, здесь действительно имеет смысл обратить внимание. Скидки на покупку премиумной техники. Вот здесь, ребят, пожалуйста, будьте очень осторожны. Сейчас попытаюсь объяснить почему. Данные скидки распространяются только на те танки, которые вы можете найти в дереве исследования. В дереве исследования практически каждой нации есть ряд премиумных машин, где-то больше, где-то меньше. И вот, обратите внимание, Матильда БП за 1125 голды. Сразу, сразу, ребят, предупрежу о том, что не имеет смысла покупать данные премиумные тачки. И сейчас объясню почему. Объяснять буду на примере вот этого вот танчика, не танчика, ПТшки, да, Дикер Макса. Значит, смотрите, за шестерку с учетом скидки в 35% с вас просят 1885 голды. И кто-то скажет, что это немного, это меньше 2000, а Дикер Макс машина классная. И здесь я абсолютно полностью с вами согласен. Но стоит помнить по поводу того, что периодически все машины из дерева исследования премиумные выставляются на продажу в магазине. И порой гораздо интереснее купить себе набор чуть-чуть дороже. Как вы видите, там 1885, ну а здесь 2000. Разница получается 100 с копейками голды. Но только за эти 100 с копейками голды вы получаете какой-никакой, а внешний вид для того же самого Дикер Макса. Вы получаете иксы на данную машину. Вы получаете открытое все оборудование, а значит не будете тратить в районе миллиона серебром, ну может чуть меньше, на открытие оборудки. И плюс к тому, конкретно в данном наборе вы получаете еще и 14 дней према. Который, кстати, на дороге не валяется и в нашей игре в дни прем аккаунта на сегодняшний день можно получить только покупая какие-то контейнеры за реальные деньги или за голду. Поэтому все вот эти вот скидочки на танки, которые находятся в дереве исследования, не стоят того, чтобы на них тратить золото. Ну и на примере ИСа 6. ИС 6 за 6080 голды. А недавно, ребят, ну пару месяцев назад данная машина продавалась в наборе за 7500, по-моему, или за 7, точно не помню. Но так или иначе, эти все машины гораздо интереснее и выгоднее покупать тогда, когда они выходят на продажу в составе каких-то наборов и их можно купить просто через игровой магазин. Поэтому в отношении скидок на премиумную технику не рекомендовал бы вам тратить свою голду. Это просто не имеет никакого смысла и лучше доплатить чуть больше и взять гораздо более выгодный наборчик, нежели просто взять себе голую тачку на какую-то сотню-две дешевле. Ну и последнее, что хотелось бы отметить, это в отношении скидок на слоты в ангаре. Здесь действительно скидки очень крутые. Один слот в ангаре, как правило, в магазине стоит просто 250 голды. Они в последнее время очень редко выпадают из контейнеров. Ну и, соответственно, если вам необходимы дополнительные слоты, то вот эта весенняя распродажа действительно стоит того, чтобы именно в этот период ею воспользоваться. Ну и, соответственно, пополнить количество свободных слотов для того, чтобы прокачивать какие-то ветки, если вы не хотите при этом продавать предыдущие исследованные, ну и, соответственно, купленные вами машины. Скидки на 50% на вывод техники в топ я вообще даже не рассматриваю, потому что считаю, что гораздо лучше, ребят, просто самому поиграть, вывести машину в топовое состояние, нежели тратить на это свои кровные. Вот такое скромное мнение, свое обязательно пишите в комментариях. Я пошел покупать легендарные внешние виды на некоторые из машин, которые меня интересовали, ну а в частности на гриля, на бизона и еще на несколько тачек, которые стоят у меня без своих легендарных внешних видов, но без них эти машины просто не смотрятся. Ну а все остальные могут быть во что угодно одеты, как мне кажется, и хуже от этого абсолютно не станет, потому что легендарные внешние виды, по крайней мере, на меня не производят абсолютно никакого впечатления. Если вы за честность автора на его канале, если вы за анализ всего, что в игре происходит, за анализ любых событий, которые выходят в нашей игре, подписывайтесь на канал прямо сейчас, потому что нам с вами однозначно по пути. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok